Старладер ТВ Старладер ТВ Старладер ТВ Старладер ТВ Старладер ТВ Опять-таки напомню, Гранд Финал Система это БО-5, не БО-3, БО-5 Мы уже видели на Старладдере, был весьма Восхитительный КС, и здесь он будет не менее Зрелищный, что ж, на IP Убрали Оверпасс, они убирали первый Энвис убрали карту Мираж, не пикнули ДАС-2, Инферно пикнула команда Энвис Как предсказуемо Друзья, вот далее на IP Пикнули карту ДКэш, Энвис пикнули Карту ДТрейн, ну и получается так, что ДАС-2, Инферно, Кэш Ну, знаете, вот если К примеру, если, к примеру, сейчас Энвис действительно Нормально подойдут к Игровому процессу, что уже Сказать сложно, потому что проблемы у них Колоссальные на втором раунде, то они Могут, в принципе, и 3-0 закончить этот финал Тем более, что опыт игры БО-5 у них уже Есть и достаточно Достаточно интересный, опять-таки, проиграли Нави 1-1, Аллу, ну, здесь Финн должен Взять дело под контроль и показать, что все-таки Свой пик надо выигрывать, так, ну Дразнит его НБК, мансуют игроки Ну, экшен на пленте Ну, не справился немножечко здесь Финский игрок, опять же, но Играл он против одного из лучших Игроков французской команды Натан Шмидт 2-0 2-0, Энвис берут Что ж, все, что нужно французам, друзья Если честно, это просто вот одержать победу На первой карте Дальше, по-моему, у них весьма Ну, удобный будет, по-моему, для них Играть Инферно, как я полагаю Они бы его просто так не пикали Опять-таки, мощность этой команды на этой карте Весьма фантастическая Ну, и тем временем я для вас напомню Что вот В чат не стоит писать дроп и всякую штуку Потому что дропов на трансляции нету Ну, и за этим финалом уже наблюдает 87 тысяч человек Это, друзья, вот По-моему, только данные англоязычной трансляции Что ж, Энвис Ну, хорошо справились здесь на длине Они, в принципе, тоже ничего Сверхъестественного не пытались показать Просто слили раунд, чтобы Как можно быстрее начать закупаться Ну, знаете, вот у кого адреналин горит сейчас в крови Так это, наверное, у Патрика Линберга Форест Форест, друзья Один из самых сногсшибательных игроков этого ивента Как выяснилось Аллу, друзья, на этом турнире Дал два эйса в одном из матчей И тоже заслужил очень много внимания со стороны сообщества Ну, и увидим ли мы здесь Аллу, который будет, опять же, давить Или это все-таки будет под бот-меню Оупен и побежали на Б Пока неплохой прием против Гзиста Отлично разыгрывает НБК И первые секунды раунда для НИП уже разворачиваются не очень хорошо Раунд, кстати, крайне важный И шведской команде просто необходимо проходить стальные Стальной забор из французских игроков Итак, Аллу на Б-планде пытается убить Кио Кио в этот момент берет и отходит Аллу не ловит этот тайминг Но пытаются здесь Ой, как сейчас с шведом будет больно! Но Кио ошибается в игре на платформе Отстрел от Гидрайта продолжается Какая-то вот, не знаю, фиаско просто в одном из моментов И давайте досмотрим этот раунд до конца В НИП, тем не менее, решили вот закрепить успех выходом на Б Плент здесь приходит Хелпа Аллу снова мажет Аллу мажет уже Ну, тут Аллу уже не нужно просто Даже в этом раунде видеть Так, Хэппи пропускает Плент Все, будет бомба установлена Ну, этот хотя бы бомбу поставить должен Два раза промазал Один раз обманули, второй раз промазал Бомба стоит, Тэшка запирается В сложной ситуации, Энбиас И... И как видим... И как видим, Хэппи Минус Аллу Ну, и здесь уже вообще по дефолту просто распетляли Очень жестко сыграл Хэппи в этой ситуации Что ж, это будет 4-0 Что ж, друзья, 4-0 Так, Киашима сразу же берет Скарпа Смотрите, французская команда решила не тянуть, знаете, вот до этого плана Банана Который... Не то, что план Банана План, работаем на все 100% И реализуем все скрытые возможности нашего арсенала Обычно такие закупы мы видим сомнительные Ну, в конце половины, как минимум Как же жестко сейчас Хэппи в нижней Тэшке просчитался Ой-ой-ой, тем не менее Смитс отстреливает Аллу И финское АВП пока что-то не совсем Не совсем то самое АВП, которое мы привыкли видеть за первые два игровых дня Ним, кстати, команда, которая на самом-то деле относительно легко отделалась в групповом этапе Выйдя с первого места Так, 4 в 4, выход Парапет, под флешечку Смитса прогоняют Фрайберг, ну, действует уже Жестко, увидит спину Смитса, пытается догнать Ошибка от Смитса Ну, опасно пытался все-таки он здесь работать Стоило, наверное, сразу отойти И, не знаю, укрепиться с НБК на длине, после чего отстреляться Ну и Фрайберг просто чекает длину Его тиммейты в этот момент проносят бомбу Энвис также не теряют времени и перестраиваются, чтобы выбить в этом раунде Позиция Гидрайта вообще на пальме Ну, тут подойти к пленту будет очень тяжело сейчас ребятам из Франции Плюс позиции очень-очень плохие Ну и, как видим, только Киашима остается в живых Который все-таки свой Скар попробует засейвить Ну, сейв на ваших экранах Так, ну, пара пуль неплохо 10 хэдшот Фореста забрал Кстати, нижний темный он не слышал или слышал Хорошая флешка Ой-ой-ой Ну, Гидрайт отпустит, не отпустит, отпустит Отпустит Гидрайт все-таки Что ж, Киашима сейвит свой Скар, друзья Ну и вкратце, наверное, о результатах команды НИП на этом ивенте Ну, что тут сказать? Что тут сказать? Идеальный полуфинал против Маус Спорт со счетом 2-0 Даже не дали бы бороться на второй карте своим соперникам Очень хорошая встреча получилась с командой Дигнитес до счета 2-1 Вот Дигнитес, если честно, очень-очень жалко было В той встрече Опять же, по-моему, первый игровой день Ну и вот так же матч первого игрового дня, друзья Против СК Гейминг 2-0 Но СК поборолись только в первых играх Ну и против Маус Спортс Уже был 3 матча На целой лиге был сыгран вот до этого ивента Со счетом 2-0 Короче, все нормально Все у НИПов нормально Все у НИПов хорошо На этом ивенте вышли в финал Кстати, напомню вам, что На прошлом турнире были другие шведы Я имею в виду Gfinity И Это были Фнатик Это были те самые Фнатик, которые раскатали польскую команду Забрали кубок И поляки остались Без трофея На этом ивенте польская команда из Virtus.pro Не продемонстрировала того же результата Но опять же На самом деле Вот этот весь рандом на результатах Я об этом думал И знаете, это на самом деле хорошо Потому что Это показывает, что все-таки появляются новые команды Появляются новые игроки Как бы, да, Counter-Strike Как дисциплина растет И Вот мы видим, например, тир-1 команду Envis Которая терпит проблемы А тир-2 команды Но все равно Эти два команды, друзья Они вот показали результат То, что все-таки Одну карту они отжать у сильного соперника могут А вот дальше Дальше есть проблема Что ж, 5-1 Мы увидим на табло после этого раунда Здесь из последних сил пытается бороться Эллис Он его По заказу оформляет Шокс В спине И, в общем-то, 5-1 5-1 Пока все очень И очень энергично смотрится в стороне защиты Ну, вот если детально наблюдать за французской командой У них, по-моему, все вообще великолепно складывается Также стоит отметить Что, вот знаете Вот этот вот час перерыва, который был Я, кстати, такую теорию выдвинул Что Торин запер команду в туалете Чтобы лишний час на трансляции побазарить Зачитать свой супер-рэпчик Но это уже Это уже офф-топ В общем-то, этот час, наверное, позволил командам Знаете, вот не помостыть Энвис подумать, отдохнуть И Сколько будет карт в этом гранд-финале Мы не знаем Но, опять же, друзья Вот у NIP Еще не было опыта игры В таких финалах Где действительно играются все 5 карт Без преимущества Потому что нет верхней сетки Это сингл-эллиминейшн И А вот у Энвис этот опыт есть Они уступили на Ви финалы Старладдера И это, кстати, по-моему, второй ивент Где они не хотят проигрывать Потому что 2 лана к ряду будет очень плохо За неделю Ну, знаете, тяжеловато Это все очень тяжеловато Хотя С другой стороны Энвис, друзья, играют очень-очень Долгое время Вот, знаете, с начала зимы, по-моему, они Вообще не останавливались На достигнутом нигде Вот каждый ивент Пытались бороться Выходили в финалы Доходили до полуфиналов На каких-то турнирах Ну, плотный график И, возможно, просто уже от игры устали Сложно придумать что-то новое Когда ты не отдыхаешь Опять же, мысли-то в голову не придут Ну, и Удивят ли Найпи Энвис на этой карте Пока непонятно Но пик команды Пока уходит действительно В бонвояж Прощается с нами просто 6-1 5 раундов разницы И НБК готов, по-моему, принимать длину На НИП делают Сплит раунд Аплента Ну, и у Шмидта сейчас Вообще здесь пор Ой-ой-ой Могла быть здесь Порка, конечно, лютая Но НБК закрыли Смитса тоже Смитсу также не дали Сыграть в роли Суппорта на длину И моментально отстрелили в просвете И Найпи на стрельбе Все-таки Вышли на тот самый Аплент 4 в 2 Бомба будет установлена А вот Французскому коллективу Придется, наверное, сейвить Девайс в очередной раз Ну, и тут можно смотреть На позицию Гидрайт И Гидрайт Максимально консервативен Знаете, вот с момента Первого игрового дня Второго игрового дня Даст-2 у НИП не поменялся Как вот играли Так и продолжается Ого, как здесь Бедолагу Кио Посмотрите Со всех сторон Жмут поцика В центре также И уходит в нижнюю тэшку Хороший выстрел На сейве Но Аллу не отпускает Парапеток здесь Стерис Пауна Также контролировал Отход французского игрока И Найпи забирают По-моему, всех игроков Защиты Выбивают Достаточно Приличные девайсы И мы видим То, что при счете 6-2 у французов Остается Большое количество денег Опять же Ну, все во многом Благодаря вот Серии из двух После пятого Не дали шведам Устроить переломный момент И сделать серию Ну и сейчас будет Очень интересный Таур на центре От Энвиса Хотя нет Я ошибся здесь Подсадки в этой Немножечко Дело просто в том Что подсадка дефолтная Там есть еще один Вариант подсадки Когда Они встают чуть дальше И чувак с ВП Просто пытается С угла как-то сыграть Ну, здесь Найпи Максимально Внимательно Отыгрывают этот момент Понимая, что Французская команда Способна на такого рода Триксы Да и знаете Для Энвиса Это по-моему Вообще обыденный поворот Ну и Киу уже дочекал Мид Дал инфу Смидс на КТ Пытается также сменить Позицию на более гибкую И удобную Большинство за Найпи Но вот Недолго радовались Гидрайт Отдается Натан Смидт Смидт его вскрывает На длине Моментально перетягивается И большие проблемы В перспективе будут У шведов Если Киашима Закроет выход С Тэшки Да, флешка Ой-ой-ой Два АКМа На него сразу же выходят Здесь нужна подмога Подмога Смидс приходит И Смидс Вот это помог Вот это помог Его тупо забирают И уже 3 в 2 Снова преимущество Разыгрывается Шведской командой Выход в сторону центра НБК на контроле Его пытаются разыграть В два девайса Максимальная осторожность От Фриберга С 14 Ухп И НБК Сыграл просто сейчас Как, не знаю Как игрок Хирстоуна Вот он просто ждал Ждал, когда карта ляжет Вместо того Чтобы проявить инициативу И начать наконец-таки стрелять Что ж Ошибка от Смидс На Б пленте И перетяжка повторная По А точку Позволяет, по-моему, На АП взять уже Еще одно очко И сомнительно Что здесь сможет Что-то сделать Кио Ну, будет сейвить Будет сейвить этот Кольт по экономике Ну, деньги есть у него Три Триста пятьдесят У Шакса Вот если бы два девайса Сейвили, то возможно И были бы какие-то шансы Сейчас у ребят из Франции На волевую закупку Но теперь Теперь нет Хотя эти могут Еще и пистолеты взять Опять-таки Гранд-финал По схеме Бест-о-файв Энвис Должны показывать На максимум Что ж Гигантские проблемы Кстати, на карте Инферно Также могут возникнуть У Энвис Потому что, по-моему Весь свой максимум Они показали на Старладере А что делала команда НИП Во время лан-финала Старладера Правильно смотрела Лан-финала Старладера Так что здесь Энвис Если не оторвутся На Дасте-2 То могут еще и на своей карте Потерпеть Ну Три-один или три-ноль Я не знаю Но пока по игре команд Можно смело сказать Что настрой у них Действительно Ну, победный Настрой победный Что ж Попытка сыграть на центре Шокс контролирует Сейчас ситуацию с АВП Кстати, да Хватило на закуп французам Что стоит тут тоже выделить Ну, на такой скользкий Достаточно Первые арморы Опять же Несильные укрепления На длине С одним магом Придется играть В любом случае Максимально агрессивно И Есть раскидка дыма На центре Но Шокс идет защищать Парапет НБК Отлично Длину разыграли Вернее Парапет разыграли Все в порядке Первый не прошел Смитса забирают Хэппи страхует Врыв под флэш На длине Как серьезно Как все серьезно Сейчас было У НИП Когда они готовили Этот раунд Но Индивидуальная игра И игра в паре Плюс Маг от НБК Действительно Устроили магию Сейчас в этом раунде 7-3 Шведы будто бы не ожидали Увидеть в руках У Энвис Какие-либо девайсы После победы В двух подряд Но Теперь Эти парни Четко понимают Что Все-таки Энвис Достаточно экономная команда И вот Если НИП Не ожидали увидеть Девайсы тогда То что будет дальше Ой-ой-ой Батюшки 7-3 на карте 4 раунда разницы Энвис Занимают Опять же Свой дефолт Два длина Ну На планете вообще длина 1-1-1 И два человека Играют на Б планете В начале Первый В качестве суппорта Потом Шокс Перетягивается Ну и первый Плоды Опять же Шокс С АВП Вот знаете Вот если вспомнить То редко Мы такое видели От него И даже в матчах Против НАТО С Винсер На лан-финалах Стар серии Мы с вами замечали Что Этот парень Хоть и Может Но редко Это делает Вот с Нави Он так не рисковал И Смит сыграл роль Мейн снайпера Ну может Обсудили Как раз таки После Старладера Свою игру В принципе Опять же Вот Матча Пенви С НИП Друзья Это с одной стороны Интересно С другой стороны Вот команда Уже знает Друг друга Как облупленных И мы видим Мало вот таких моментов Где действительно Игроки поражают Так В Твиттере Вы мне можете писать Напомню вам Twitter.com Slfmtv И сейчас Прочитаю тут Коментарий Интересный Если мы Да Лучшее MVP Давать НБК У который Очень жестко Собрался на этом турнире А не Форесту И Алу Который только Руинит катки Руинит Или рулонит В общем Непонятно Также Уважаемые зрители Напомню вам Друзья Что Вы можете Принять участие В розыгрыше Я специально для вас Специально для вас Любимых Лучших В шапке Страницы Написаны Все условия Для того Чтобы принять Участие В конкурсе Ну и Эта рекламная Информация Закончена Друзья Что ж 8-3 8-3 Первая половина За французами Я на Айпи На 12 раунде Пытаются снова Организовать Атаку В сторону Бэпланта Кстати Это слабая точка Ого Форест В дыму Убирает Кио На платформе Аллу Закрывает Смится Непы могут Вообще играть В этом раунде Куда захотят Но идут Почему-то к Шаксу Шакс в принципе Также с ЭВП Не справляется Какая сейчас Была фантастика Как Форест Залепил Друзья Киашима Стоял на платформе В позиции Которую Ну вот Прострелить в дым С Тэшки Абсолютно нереально И И Форест Сделал этот Минус Просто Вот я даже не знаю Насколько сильно удивился Француз Но Жижечкой точно Жижечкой точно В перспективе Будет пахнуть Ладно 8-4 Шведская команда Вроде как Собралась Но у них Какой-то Знаете У них какая-то Непонятная Действительно Игра по стилю Я не знаю Что они делали Последние две недели Ясно Что готовились К этому лану Но Мне опять-таки Не ясно Какие-то они Знаете Какие-то они Рандомные стали Так Форест Разбирается с длиной Минус Митсенбекей И третий Туда же Все Отсупортил Так Шокс Моменталочка Ну Вот Отличная Моменталка Хорошая флешка Четверо в блайнде Технический момент Просто великолепный Но к сожалению Шокс Оставался последней Надеждой На пленте Команды Энвис Повтор от Фореста На ваших экранах Друзья Ну серьезно Здесь конечно Линберг подошел К делу И после второй флешки Сразу понял Что Надо нажимать Надо нажимать На третью Ну на левую кнопку мышки И безупречно В принципе разобрался Совсем Что ж Киашима Пытается сейвить На Терри спауне Его безупречно Отстреливает Гидрайт Как будто чувствовал Что тот стоял за углом Счет становится 8-5 И французская команда Пока что Чуть-чуть Чуть-чуть сильнее Чуть-чуть сильнее Опять же Друзья Исходя из того Что мы видели У Энвис На этой карте Я предполагаю Что за защиту Им даже играть удобнее Чем за нападение Потные матчи Вот С маузами Потные матчи С другими командами По моему Вот наглядным примером За групповой этап Показали Что Энвис в атаке Играют Абсолютно Отталкиваясь От скилла И от идеи Ну то есть идея Какая У них там есть Какой-то опыт Конкретный Багаж знаний Так сказать И идем на Б Значит будем делать сплит А может сделаем Вот так Ну Опять же Конкретики в действиях Тоже нет Но с непами Надо постараться Так Врыв на парапет Есть от Шокса Не Недолго врывался Шокс Не получилось Ничего здесь делать Ну и Шведы вроде как Спокойненько Вырывают сейчас Свой лузовый минимум Хотя Инициаторами Выбора страны Были именно они Друзья Маппул Маппул Опять же Вот Режиссеры наши Должны Наверное Вам будут вывести В половине Что там по картам Чтобы вам было понятно Но Даст два друзья Пик шведов И Почему мы не видим Пока что Страны атаки Безупречно отыгрываемой Шведским коллективом Я не знаю Так Отдымление темного Гзист Верхний темный С АВП Боже мой Энгез заняли Бэплент нормально Гзист пострелялся Пострелялся Поменял оружие Хитрый Хитрый какой Гзист Кстати Гзист друзья Снова капитан В команде НИП Вот у Гидрайта Не получилось На прошлом Турике И Приняли решение Вернуть Ричарда В его Капитанский Супертрон И кстати Не зря Потому что Уже в гранд финале Чемпионата Что ж Киашима А где флешка А зачем мне флешка Я и без флешки Тебя убью Говорит Киашима Ого Как сыграл на Б Планте Кио Просто врасплох Застал Форест И без флеша Без граната Вот Ну на степ Степом просто Прошел весь дым Ворвался последний момент Но Атаку не проорганизуют Ни на Б И Знаете Этот момент От Киашима Сейчас спалил Всю задумку Коллектива и Швеции Поэтому проблем Здесь быть у французов Особых не должно Если только кто-то Не вспотеет И все-таки 9-6 И все-таки 9-6 В конце первой половины Что ж друзья Еще раз на ваших экранах Появляется маппул От оверпасса Отказались НИП От карты Мираж Отказались Энвис ДАЗ-2 Пикнули НИП Инферно Пикнули Энвис Кэш Пикнули НИП И четвертая карта Детрейн Пик команды Из Франции Пятая карта Коблстоун Он же Дэдсайдер Вот такой вот Маппульчик Получается у нас На эту встречу Знаете Очень-очень И очень Интересный На самом деле Скользкие Первые три карты Вот Может сейчас Французы Лучшую свою игру Покажут Как это было Зимой Ого И у меня Вот здесь Приходит сообщение Что сегодня У Сэмблера День рождения С днем рождения Так Читаю Твиттер Друзья Твиттер Точка ком Слыша Сэлф МТВ Почему на Просцене Галил Фомас Считаются Неполноценными Девайсами Да простят Меня Глобула За мой Сильверский Вопрос У молодого Человека Или Вот я не знаю Или это Может быть Дама Ну Ник в Твиттере Станция Мизантроп Интересно Не знаю Почему Но Опять же Скорее Это такие Знаешь Девайсы Которые Ну да Они не топ Девайсы Тем не менее Знаете Некоторые игроки Себя комфортно С Галилом И Фомасом Могут чувствовать По крайней мере Знаете Вот когда игра Идет действительно Сложно Когда борьба Идет просто Практически Каждый раунд И вы деретесь И преимущество Уходит то туда То сюда Экономика Что рано или поздно Подводит И ты просто Вынужден покупать Те самые пушки Которые Дешевые Так я не понимаю Почему в чате Все пишут дроп Я просто включу Сабс мод Это вообще Какой-то Это вообще Какой-то Непонятный Момент От Сообщества Так Ну и Информация По конкурсу Вконтакте Уже 6818 Репостов Друзья Налетаем Налетаем Так Ну пистолетка Здесь может быть Просто Серьезной Вообще Для французов Потому что Гидрайт Вот тупо Потушил Просто потушил Я не знаю Как здесь сейчас Команда Энвис Растерялась Но они выглядят Действительно Растерными Гидрайт Еще и Тэшку Начекал Ну понимают Сейчас здесь Шведы Что бомба Уже была На засвете Гидрайт видел Хэппи выдвигается За Гидрайтом Сносит парыч 2 в 4 Выиграть в таком моменте Будет очень тяжело И понимают Это ребята Из французской команды Тем не менее Четверка игроков Защиты Находится на центре Они врываются Сейчас в мидл А французы Уже тушат Во всю аплент Ну была Не была Но шанс Может даже будет Хороший Нет Все таки снесли Кио просто ставит Бомбу Бомбу то поставить Забыл чувак Пытается взять на стрельбу Да что ж ты делаешь Где вы будете Деньги брать На ваши пистолеты Ого-го Ну не были уверены До конца Энвис Что аплент Полностью чистый И что он находится Под их контролем И попытка остаться На парапете Чтобы что-то послушать Закончилось Действительно Печальным провалом Просто печальным провалом И посмотрите Ну не поставленная бомба Не помеха Энвис в лучших традициях Своего стиля Берут Тэк Найн И попробуют сейчас Показать Команде НИП Что Все таки не только Фнатики могут Такие раунды выигрывать Но в перспективе Для шведов Уже открывается Возможность Вывести встречу На ничью Поэтому это хорошие Новости для них И знаете Возможно Возможно Они смогут Устоять От французских пистиков Это наверное Самая главная опция Хорошая моменталка От Линдберга Но Ну здесь конечно Видите как Фамас Все таки Ну с одной стороны Хорошо С другой стороны Не довели Фрайберг прячется в дыму На Б-планте Проходит в темный Об этом известно Французским игрокам Но они остаются Без какого-либо оружия На Б-планте Бомба ставится Экономика точно уже Сможет вернуться К моменту первого девайсного раунда И NAP понимает Что торопиться нельзя Один Аллу на двери И какой дабл Три минуса От Аллу Ключевых в этом раунде Подловил двоих На попытке отхода в дверь Французы кстати пытались Отмечу Отмечу несмотря Но успехало Что французы пытались Сыграть очень жестко Очень красиво даже Вот так наверное Было бы правильнее Выразиться Выразиться именно красиво Потому что понимая что с Тэшки Идет жесткий поджим Понимая что крыть ее Просто сейчас будет нечем Они попробовали Ворваться в дверь В окно Чтобы забрать за собой Подъем И играть уже Ну Играть уже ситуацию Как минимум Там не знаю Два в два Может быть они рассчитывали Что закроют двух человек Или одного Ну в общем абсолютно правильно Думали Игроки команды Энбис И все таки вот свой скилл Продемонстрировали В том эпизоде Тем не менее В матче уже будет борьба Шведская команда Без проблем Должна сейчас справляться С этим раундом И Смидса Киашима Сразу Оооо Вот это я червя Запустил Друзья Что ж Серый червь работает Пока на максимум 4 в 2 На пистолетах Без арморов АВП в руках Смидса Фрайберг его пытается Пропушить Есть минус Гидрайт должен работать На пропеть А французы начинают прятаться От шведских игроков Пытаются сохранить Своё численное преимущество Но Гидрайт По-моему сейчас Оооо И ему залетает От Киашима Боже Киашизик сегодня просто Вот знаете Ой-ой-ой Кио Минус 3 в раунде И всё это Дигл Он даже кольтом Не воспользовался 10-8 И только я подумал Что у шведов Всё в порядке Как тут же Три шикарных Одновременно синхронных фрага От французской команды Парализовали защиту своих Парализовали просто Весь дефенс Ну вот Я даже Мне даже сложно сказать Что тут может быть Дальше Потому что Как-то Как-то Энвис Действительно Не дали Собраться На ИП И вы знаете Первый Двайсен раунд Для французов Будет проходить Очень-очень Долго Медленно Но они могут быть Довольны собой Потому что Взяли пистолеты Боже Без армора Без всего Без какого-либо Тактического манёвра Ну единственное Что да Правильно Сделали Ушли от игроков Которые опасно Стреляют Опять же Гидрайт И вот На Бойпланте А также Смогли нормально Отыграть Гидрайт Вообще В таких ситуациях Бояться стоит Знаете Этот парень Раунда 1 в 5 Выигрывал Есть такое В его опыте Но Сегодня Сегодня день шакса Как я понял Что Шенвис друзья Вот по ходу чемпионата Про них еще только Мы с вами не поговорили Хотя смотрите 2 в 2 Есть кольт Есть скаут Почему бы и нет Говорит Аллу И Фрайберг И будут выходить на плент Пытаться играть Тем не менее Раскидка Которая осталась В руках французов Позволила немного Затормозить этот выход Фрайберг прощается С жизнью Аллу Ну тут четко Мансуют Ребята из Энвис И он ничего просто Здесь сделать не может Подобранный девайс Отправляется Снова в никуда 11.8 Энвис впереди Первая карта Пик команды НИП Что происходит Что происходит Ребята Как же так Почему финал Комментируешь Один не один Друзья Ко мне на вторую карту Вот-вот уже подойдет Кван И мы будем комментировать Вместе Опять же Страйк став И комментировали Два дня подряд И сегодня ребята Решили что все таки Стоит им вечером Передохнуть И зарядили меня на финал Если честно То по плану Который был у нас На этот ивент Посмотрите что Шок сделал Боже Одна флешка Два трупа И помимо этого Еще и длина Проиграла свою перестрелку Но напор Энвис по моему Достоин уважения Они даже идут На Б плен с бомбой Понимая что там Форест остался Такое ощущение Что для них принципиально Именно отстреливать Команду Нипа Не пытаться И играть осторожно Как например Это делают Маус Спортс Которые бы сейчас Просто от Шокса Подальше куда бежали Так вот друзья По плану По плану Трансляции этого ивента Вообще не должно было быть Параллельного стрима Я вообще должен был Уже уехать Но пока здесь Пока с вами Не мог себя отказать Удовольствие Опять же посмотреть Замечательный Counter-Strike На лане Так как редко Представляется Такая возможность Ну и покомментировать Для вас Несомненно Уважаемые зрители Выход на бэплэнт Энвис до контакта Снова разбирает Без проблем Шведскую защиту Ну у Нип Эко Мы это понимаем Я думаю Вот такие моменты Описывать Вам любителям Соревновательного Counter-Strike Досконально не стоит Все показывают Хелсбары Опять же Все показывают Хелсбары Так Скорее день Киа Шизика Пишет нам сейчас Про в твиттере Так Эко Энви Просто божественно Да вообще удивили Вообще удивили Друзья Если честно Потому что Серьезно Вот Вы видели Как все складывалось Вроде у Нип На бай Получилось нормально Отстреляться И Аллу подфармил Хорошо против теков Это трэш Так Слом Как ты думаешь Будет ли 2-1 Или кто-то заберет Все две карты Здесь не будет 2-1 Здесь играется 5 карт Здесь играется 5 карт То есть Здесь кто-то Должен выиграть 3 минимум А 2-1 Я думаю Мы может быть Увидим Если конечно До третьей карты Найпи не раскиснут Опять же Абсолютно Непредсказуемый Турнир По результатам Потому что Команды Команда Команда Была долгое время В кулдауне Команда Энвис Была у нас На Старладере Тем не менее Выступили они Заняв второе место Уступив команде Нави В плотной борьбе И знаете На этом ивенте Также мы с вами Видели такой момент Команда Которая пикает Свою карту Она ее еще Может и проиграть Ну вот Польский коллектив Например Наглядным примером В матче против Мауса Спорт За выход из группы Со второго места Показал Показал Что вот сейчас Все это именно Так и выглядит Что шок с Киашима Ну я не знаю Здесь Энвис Просто вот Это их карта Это не карта Нипп Это их карта Они здесь уже чувствуют Все просто как боги Шведы не могут вообще Справиться со своей стрельбой Опять же На позициях Отыгрывали с одной стороны Отлично Ну и попытка сейва Здесь будет в исполнении Аллу и Кристофера Элисунда Не засеял Гидрайт Три в одного Ну за Фином Наверное тут уже Кавалерия серьезная Подъехала Это НБК С респауной И вот это Промазюка Промазюка два раза Но с третий попал Бог любит троицу Вот это да Аллу два Как Шокс Как НБК Вернее его не убивает Ну и по-моему Фин сейчас Да Фин сейчас просто Спокойно спрячется Его здесь вряд ли Уже смогут обновлять Снаружи игроки Атаки Опять же Чекается все Фин ушел В С-58 И в общем-то Сейв Для него заканчивается Весьма успешно Что ж 14-8 на экране Уважаемые зрители И первая карта Пока Скорее всего Уйдет в копилку Команды Энвис Ну и 1-0 Наверное Наверное таки будет Просто я не верю Здесь в камбэк От Найпи Так как они 2 девайсных Проиграли С полным Разгромом Ну вот Знаете Как я уже сказал Бог любит Троицу И здесь попытка Сыграть По-моему Третий полноценный Достаточно Девайсный раунд И есть уже Первый успех Закрыли в нижнем Темном Шакса Значит Грызть будет Некому Уважаемые режиссеры Сделайте пожалуйста Звук стрельбы Еще громче Зрители просят Чтобы мы слышали Вот как пуля Пролетает над духом Чтобы свистела в ушах Все таки Все таки Зритель тоже хочет Погрузиться в эту атмосферу Замечательного матча Понимать микромоменты Многие смотрят в наушниках Я это понимаю НБК Оу Ну По-моему Это называется ничья А вот теперь Это называется Контроль Светской команды Аплента И Валу залетает Ну посмотрите Какой кривой Молотов Финн может дальше работать СВП на подъеме У него не должно Здесь быть проблемы И тянет время И в общем Вовремя пришедший В спину Форест Казнит двух игроков В ряд 14-9 14-9 Друзья Так А вот Вопрос еще интересного Про игроков Говорит от Скара Знаете Скара это непредсказуемая пушка Ну то есть Вот ее берешь тогда Когда оппонент Точно этого не ждет И И все такое Ты сначала даже Наверное Вот не понимаешь Скар там стоит Или муха Потому что В тебя залетает Первая тычка И ты еще Пытаешься стреляться А вот вторая Она уже Тебя обычные Ну второй Третий Тебя добивают Что ж НВС 14-9 Друзья У шведов Сейчас последние деньги Тратятся в этом раунде Умирают Еще третий пришел Гзист идет помогать Гзист идет спасать Ситуацию Я спасаю ситуацию Говорит Гзист Ниндзя в пижамах Ого Не везет Тотально шведской команде Просто Ни в одном Из этих моментов И 15 очков Для Энвис Уже обеспечено Это просто Невезение Друзья Это просто Не пошло Вот все Что можно пока Сказать Про шведских Кейсеров В этой встрече В этом Финале Чемпионата Под названием Gfinity Spring Masters Это кстати Первый турнир Из серии Spring Masters Друзья Будет еще Второй турнир Этим летом Также не забываем Мы его Обязательно Для вас Будем освещать Ну и Что еще Что еще Здесь можно добавить Не берут И на IP Свой пик Не получается У них Здесь удивить Кого-то В данном Случай В данном Случай Просто Вот Энвис Тут вообще Разобрались Серьезно Линберг Опасно Стреляет Форест Так Вот я сейчас Просто Надо зайти Мне самому В КС Я Опять-таки Отвлекся Чуть-чуть Смотря на Бродкастерский Монитор Изучая Всякие Ставки Смотря Результаты Фотографии Параллельно И знаете Статистика Кзиста Друзья Действительно Капитанская 7-2-17 4-2-19 Гидрайт 14-2-19 Извиняюсь 14-1-16 У Фрайберга Но что самое главное Я хотел посмотреть Деньги вообще Найпи И откуда они их берут Для меня все еще загадка Что ж Аллу На бустере Это магия Я хотел сказать Что это будет Царский финский маг Но это была просто Магия от Энбис Они уже вскрывают все Форест промазал На центре Такую плюху Форест Ребята Сегодня Сегодня Нип Встали не с той ноги Это стоит отметить И только Элисун Исправил немного Ситуацию Фольжу Своей команды Пытается дальше Сдержать Нападение В парапете Но разбираться Придется с движухой Походу только Единственному Кзисту Один на один Против Кио При перестрелке На Апленте Киашима остается В клатч раунде Против Адама Фрайберга У Адама АВП У Киашима АКМ Уже два минуса Есть к ряду И он будет играть Против Так Ну Фрайберг пытается Здесь поменять А тут три АВП Лежит и Фрайберг Немобильный Сделать что-то В этом раунде Будет тяжело Но Киашима ошибается Не понимая что его соперник Играет с АВП Действует слишком магло И Адам попадает 15-10 Шведы все еще Шведы все таки поборются Но черт возьми Какое невезение было у Фореста На центре В упоре с АВП Он просто не убил слона Он просто не убил слона Вот когда смотрел на него На расстоянии вытянутой руки Это невезение Это Ну ни с чем С другим не сравнить Это когда ты все делаешь Вроде бы правильно Но Пуля летит мимо Что ж Аллу играет в охотника Итак 15-10 Выход на Б плент Терпит Значительное сопротивление От игроков команды ИНИП Гедрайт запирает С КТ Респауна Бомба упала 2 в 2 Опасный игровой момент Для шведского коллектива Молотов может сейчас Выиграть немного времени Но Молотовым промазали Шокс уже начинает действовать В центре Бомба лежит прямо за углом НБК будет давать Моменталку Своему тиммейту И игра под моменталочку Никого не нашли на центре Дым на КТ Нет Дым падает в дверь Все Твердое решение Твердое решение от французов Но посмотрите Как тонко чувствует Сейчас этот раунд Энвис Чуть-чуть даже подождали Подумали То что шведы Попробуют их Попытаться застать Врасплох при установке бомбы Но до этого не дошло Гзист обошел обратно Идет к окну Что ж Уже перестрелка По-моему сейчас Да Шокс начекал Гзистаз На это подъеме В верхнем темном гидрайто У гидрайта Очень мало хп Если Элис Он сейчас не будет Нейтрализован А его нейтрализовали быстро Это 16-10 Это 16-10 Друзья Шокс запирает Забирает 16 раунд Для своей команды ГГВП пишут Оба коллектива Но мы-то с вами Прекрасно понимаем Что шведам Тупо не везло И не везло им действительно Ну просто фантастически Вот в трех раундах Они просто были в преимуществе Но отдавали их И как это было Абсолютно не ясно Что ж друзья Нас ожидает Следующая карта Это карта Инферно Уважаемые зрители Это пик команды Энвиас Дальше будет наверное Все еще жарче Оставайтесь с нами Далеко не уходите Вернемся через несколько минут Субтитры сделал DimaTorzok Далеко не уходите